Здесь вот была, проходила битва. Три тысячи было неверующих курайшитов. Мусульман было тысяча. Семьсот человек, они как бы отошли с Абдуллаху и Салюли, мунафикам, которые вернулись в Медийный. И отстали от посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И Аллах, субхандуллах, показал нам, да, то, что, альхамдуллах, то, что в уме посланника Аллаха есть мунафики. То есть Аллах, субхандуллах, тут же их вывел, лицемеров, которые, находясь в посланниках Аллаха, саллаху алейхи вассалям, говорили, мы с тобой, я Расуль Аллах. А когда уже пришло время сражаться, они именно отошли от пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, поэтому Аллах в Куране говорит, инна лмунафикина фиддарки ассалимина лнар. Поистине лицемеры, они будут на самом дне аады джахеннаму аль-иязу биллях. Поэтому семьсот человек было здесь и пятьдесят еще лучников. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, вот, если посмотришь, вот гора Ухуд, вот эта джабаль, за ней были пятьдесят лучников. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, битва была здесь, вот здесь происходила. И когда пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, то есть уже начали наступать они на куражитов, то есть они сделали такой ход, отошли назад, и после этого это специально был такой шаг со стороны Халид бин Валида. Ведь Халид бин Валид, он ни одной битвы не проиграл, будучи мусульманином, будучи немусульманином, очень опытным был полководцем. Поэтому, саллаху алейхи, к сожалению, про них вот никто не пишет в мировых таких исторических фактах, что скрывает этот факт, что Халид бин Валид единственный человек, который не проиграл битвы, будучи немусульманином, будучи мусульманином. И когда лучники увидели то, что отступает куражит, то есть уходит туда, там Медий находится в сторону Мекки, тогда что они поняли, подумали, что они напугались, нужно забирать трофеи, нужно надеть трофеи, и лучники оставляют, и хотят бежать туда. Некоторые из них говорят, нам ведь посланник Аллах запретил, но он сказал, что бы ни было, оставайтесь здесь, потому что здесь что, тут идет битва, они как-то защищают, закрывая спину посланника Аллаху алейхи, стреляют из лука. И они оставили спину пророка Мухаммада, побежали, думали, что делят трофеи, им что-то не останется. Халид бин Валид вот отсюда, 200 кодниц у них было со своим войском, посланник их взял и отгружил, и получилось, что вот эти учники сюда забежали. Здесь мусульмане эти обратно, то есть как будто они сделали такой вид, что уходят, обратно возвращаются, и Халид говорит, отсюда заходит, 200 лук, и все, и мусульмане остаются в тылу, в кругу, то есть в кольце остаются. И то, что начинается битва, не остается ничего, кроме как оставить битву, покинуть, и туда наверх начали подниматься мусульмане, туда вот, все в гору, на гору ухуд. Туда убегать начали. 70 шахидов, вот как раз Макбара, он перед нами, могила, где похоронили этих шахидов, там же похоронили Амзару д'Аллаху альху, и другие 70 шахидов здесь умерло, страны мусульман, 20-25 человек погибло на этой битве. Ведь основным признаком победы для войсков всегда было то, что они оставались на месте битвы. Они оставались и контролировали место битвы, но курайшиты сбежали отсюда. После того, как они попытались контратаковать мусульман, тем не менее, они сбежали с этого поля битвы и не взяли город Медина, они не достигли своих целей. Мусульманская армия не была разбита, поле битвы осталось за мусульманами, и город Медина не был взят. Отсюда историки делают вывод, что битва при Охуде, несмотря на болезненный удар по мусульманам, не была поражением мусульман. А возможно, она была даже победой. Горьким уроком, но победой мусульман. И снова мусульмане выдержали удар, будучи в меньшинстве. И большинство своих исторических битв мусульмане выиграли, находясь в меньшинстве. Поэтому Аллах Всевышний дает нам урок, что никогда численность войска не является определяющей. И Аллах Всевышний по этому поводу даже не спасал аят. Сколько малочисленных общин одерживали победу над многочисленными общинами соизволения Аллаха. Это основной урок, добавление к тем урокам, которые здесь приводил наш шейх Асхад, что никогда не нужно прельщаться численностью, а нужно только полагаться на Аллаха Всевышнего и на его поддержку Баракова.